всем привет дорогие друзья с вами amway 921 карта заполярье мы играем втроем во взводе с пахой пиграшем паха играет на альфа тапки пиграш на и 7 или 48 французская птшка 8 уровня ну а я на королевском тигре вышло так что мы попали вверх списка восьмые уровни и это нас не может не радовать мы ослепленные этим всем знанием едем вперед в атаку едем всей кучей и так вышло что со стороны врага и с нашей стороны по одной маленькой французской артиллерии практически арты считаете в бою нет и мы как-то так смело бодрым рашем двигаемся чем будет интересно это видео для вас тем что в этом бою я играю на королевском тигре многие просили мне сделать бой на этом танке это первое второе что это будет настоящая бодрая танковая рубилова и ничего кроме здесь не будет практически никаких продемонстрировано супер или скилов только стрельба стрельба и стрельба и второе что в этом бою есть то что настреляли мы в этом бою очень много в конце боя я удивился итогом в конце боя вам их расскажу и буду забегать вперед ну а пока ситуация какая враги на девятой линии мы просто удивились сколько много врагов здесь скопилось причем они такой огромной кучей увидев нашу огромную кучу тоже испугались видимо и не не так активно стали на нас двигаться как могли бы и вылезая и подставляясь мы стараемся по фокусу уничтожать тех у кого меньше всего хп остается чтобы уменьшать количество стволов все вроде бы тут просто вы об этом уже все знает но ребят самое еще интересная какая тема что если враг немножечко вылезает на вас то вам лучше всего немножечко отъезжать чуть-чуть назад потому что у него будет создаваться такое ощущение что он как бы должен выезжать раз вы отъезжаете назад чтобы по вам выстрелить а это означает что он выезжает и подставляется и чем больше враг вам показывает борт тем меньше он умеет в эту игру играть и таких нужно уничтожать обязательно не пропускать никого мимо то есть вот я вижу что прототайп тут выставил свою башню картонную и получает не заслуженно потом неожиданно выехал гусь он так бодро выехал что сразу на пол хп отхватил от всех ровно также бодро как и королевский тигр но этот цирк будет в общем ребята продолжаться продолжаться комментировать его бесполезно ничего тут не происходит такого интересного то есть хочу вам сказать ребята что после езды на некоторых британских танков особенно премиум на королевский тигр я стал любить гораздо больше потому что к его динамике медленной я довольно сразу привык буквально с первого боя после матильды блэк принц и я почему-то стал думать что это очень даже хороший танк несмотря на то что он не заточен под какие-то там турниры какие-то ротные сражения но в рандоме он очень интересный и совсем не такой плохой как мне раньше казалось потому что все познается в сравнении и его динамика гораздо выше чем у некоторых британцев и мне стало ее хватать что самое главное тем не менее количество врагов стремительно уменьшается остается у нас здесь кв-3 тигр 2 и где-то еще там вот тигр певан стоит сейчас уже наступила пора активно нам надвигаться на врага что мы и делаем и самое главное ребята задача на королевском тигре с его картонными и плоскими бортами это действует так что как только враг отстрелялся либо он не сводится двигается значит есть временное окно для того чтобы вам куда-нибудь переехать сместиться и эту возможность упускать вообще не нужно нужно сразу какие-то позиции целая куча удобных позиций в виде вражеских трупиков занимаем и работаем по цели каким-то образом я тут перестал стрелять в королевского тигра хотя нужно было бы туда за него наверно в первую очередь стрелять потому что он не слился с поверхностью его вообще не заметил только сейчас замечают когда миша уничтожает артиллерия он слишком серг ночью все тигры серы ну вот наконец его замечаю ну и все ребята на этом бой закончен рубилова была бодрая подводим итоги за бой в итоге в общей сложности я нанес почти 4000 урона почти 4000 мама дорогая за бой дали две с лишним 1000 опыта такое бывает крайне редко у меня лично и ну не могу не радоваться супер классно и 6 фрагов там достижение войн то есть ну что круто же всем желаю таких же интересных и удачных боев таких же бодрых и подписывайтесь на мой канал не проходите мимо всем удачи до новых встреч пока пока